Привет, друзья! С вами Радио Медиа Метрикс и программа «Мимо нот», которую ведёт Евгений Додалев, Олег Дружбинский. Добрый вам всем день! И сегодня мы опять поговорим про «Мимо нот». В гостях у нас Дмитрий Гройсман, легендарный продюсер группы «Чаев», «Бригада С». Добрый день, Дмитрий! Здравствуйте! Добрый день! Отличное название «Мимо нот», потому что я, наверное, единственный из тех музыкальных продюсеров, который не то что голоса, слуха не имеет. Поэтому, например, песенку «В лесу родилась ёлочка» я вам точно не пропою. А хотелось бы, кстати, заставить продюсера. Нет, ну знаешь, надо сказать, что многие музыканты тоже, вот Григорьев Аполлонов был у нас, он абсолютно самокритично, когда услышал меня, он сказал, это моя тема. Многие музыканты очень самокритично тоже. Нет, но у них есть, дело в том, что можно не обладать голосом, но есть слух, по крайней мере, а у меня и слуха нет. А что у тебя есть? У тебя есть чуйка, которая тоже называется? Знаете, один раз у меня был новый проект, «Девушка», которую я раскручивал. И так как она ко мне попала не с группой, не с бэндом, а именно со своими песнями, как автор-исполнитель, то услышав и поняв, что из этого можно что-то сделать, потому что я почувствовал там хиты, и я подумал, вот это вот первый раз в жизни я это буду делать от нуля. Вот не то, что я уже взял готовых, а потом стал раскручивать, а вот прямо... То есть полный продюсерский проект. Да, полностью, полностью, всё от меня, имидж, музыка, какая будет. И я позвонил тогда лидеру текилы джаз Жене Федорову, а он такой, всё-таки эстет в музыке, и показал ему под гитару и сказал, а можем сделать вот вместе в студии, он говорит, слушай, интересно, давай, приезжай в Питер, и я с этой девушкой приехал. Имя-то есть у этой девушки? Ну, не хочу её назвать, потому что мы давно расстались, пускай она уже живёт. А вот так, хорошо, ладно. Она меня кинула. Да, как вот так? Не-не, я хочу вот дослушать, изменяли вот эту историю до конца. И мы приехали и писали первую песню, я сидел полностью в студии, и вот мы смотрели как гитару, так далее, так далее, и я Женке говорил, а давай, может быть, вот здесь вместо целой гитары сделаем трубой, и мы вызывали трубача, и мне это было жутко интересно, и так далее. И вот первый день закончился, я вышел, сел в такси и поехал в гостиницу, и по радио играла какая-то абсолютно попсовая песня, и я так еду с закрытыми глазами, понимаю, барабаны вот электронные, вот клавиши вот пластмассовые, вот это вот то, и когда я вышел, вдруг подумал, а кто-то играл из очень известного, из очень, ну я не знаю, и я вдруг понял, а кто играл, я? То есть я разобрал всю музыку, я так испугался, что я перестал слушать, слышать все вместе, что в студию больше я ни разу в жизни не зашел. У меня есть ощущение, я не так много слушаю вообще, как бы вот музыки, то есть там западной, то есть то, что я слушал в детстве, я и продолжаю слушать, но на сегодняшний день, наверное, то, что меня отличает, и почему у меня получается, это то, что я могу, как самый обычный обыватель, слушать из радиоточки песню и ощущать, хит это или не хит. Вот с этого, вот это главная загадка, о которой хотелось бы узнать у продюсера Дмитрия Гройсмана. Окунемся в начало 90-х годов, я еще был совсем мальчишкой-студентом, но хорошо помню, что где-то в начале самых 90-х вдруг прошел слух, что появилась такая группа, бригада С, появился Гарик Сукачев, новый какой-то совершенно музыкант, и даже прошел такой слух по театральной Москве, что к ним ушел, представляете, администратор из табакерки ушел с ними делать музыкальный коллектив, поскольку табакерка, тогда театр Олега Павловича Табакова считался одним из лучших и самым... Оп, у нас тут технические новости на студии, да, ничего, дело житейское. Так вот, то, что к ним ушел администратор, вы тогда почувствовали что? Что там пахнет деньгами? Вот я не побоюсь этого спросить. Нет, 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 это все было гораздо прагматичнее. Я на самом деле очень, мне очень нравилось работать в театре студии Табакова. Это было невероятно интересно, это были все актеры молодые, это была дружба, мы все общались и варились в одной каше. Не было разницы между администратором, актером, режиссером, главным художником или бонтировщиком. За пост директором был театр, 31 год, Аркадию Мейровичу Райхлину. Большой привет, если нас слышат. Вот. Это была какая-то такая семья. И я именно в театре познакомился с Гариком, потому что Саша Марин один раз пришел и сказал, слушай, нам нужно где-то двух мест как-то вот пристроить. А театр-то было 110 мест, из которых 100 было в продаже, а 10 это было вот для своих. И понятно, что Олег Павлович звонил и говорил, как у нас сегодня дела. Я говорю, Олег Павлович, у нас все хорошо, у нас 18 или 20 человек сверхзала. Он говорит, приколосно, запиши еще восьмерых. И как я их рассаживал, я до сих пор, я сам не знаю, я до сих пор помню эту фразу, дорогие зрители, мы очень рады, что вы к нам пришли. Но зальчик совсем маленький, а желающих так много. Поэтому, пожалуйста, у нас были лавки, не сиденья, а лавки. Поэтому сдвиньтесь всем влево. И, знаешь, так все сдвигались чуть-чуть, и у меня 11 рядов по одному месту. Вот еще 11. Потом приставные стульчики, потом лавочки, потом у световика поставили, потом у звуковиков. И так далее. Вот. И вот надо было Гарика посадить. И тогда я увидел человека вот с этим чубом, со светленностью, со стрижкой, в длинном плаще Стишинского рынка, в остроносах лаковых ботинках, с фамилией Сукачев. Это. И он очень, и он очень вот выделялся, и он был гармоничен. И мы как-то очень быстро с ним сдружились. Очень быстро. То есть он иногда приходил, даже в театр спектакль не спускался, а мог посидеть у меня в администраторской и так далее. Через какое-то время он мне начал говорить. Слушай, а пойдем ко мне работать? И я ему говорил, нет, я в театре. А кто у него был на тот момент? Тогда директором был Олег Волобоев. И я ему... Но звал он меня... А администратором был Марио Самулеа Лопис. Вот. Но звал он меня на должность Марио. И я ему говорил, ну Гарик, во-первых, я не пойду в подчинение коллегу. Сейчас мы коллеги, и мы разговариваем на равных, а тут я должен буду... И вообще в театре мне очень нравится. Я вообще не представляю, что я от Табакова куда-то вообще могу уйти. Это вот было место, которое я собирался всю жизнь посвятить. Но в те времена... Это был еще Советский Союз. Это 87-88 год. Значит, точно, абсолютно я мечтал посмотреть мир. И никакого шанса его посмотреть, вот просто типа путешествовать. Но на тот момент даже себе представить нельзя было. Театр ездил в заграничные поездки, на гастроли и так далее. Но всегда это было настолько сильно ограничено, что это не... То есть вместо администратора ездил директор театра, который выполнял функцию администратора. Потому что двух администраторов взять было нельзя. И естественно, я никогда в этот список не попадал. И перспективных этих не было. А Гарик год ходил, 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 меня уговорил с этой стороны, с той стороны, вот так, сяк и так далее. И вдруг он приходит в один прекрасный день и говорит. Все, я типа уволил Олега. Я тебя приглашаю директором театра. Ой, директором группы. Официально. Более того, если ты уволишься в течение двух недель, я успею тебя оформить на поездку в Америку и на двухнедельную поездку в Германию у нас тур. И вот тут у меня, конечно, челюсть отвалилась. Америка, Германия. А вы в соц. страны до этого был? Ничего у меня не было. Это вообще по тем временам. Ну, 80-й год, это уже перестройка. Вот это морковочка называется. Это была морковочка такая, прямо вот вау. И не думал я ни о деньгах, ни то, сколько там суточных. Или как я смогу вот увидеть, увидеть вот Америка и так далее, и так далее. И я пришел к Олегу Павловичу Табакову и сказал. Олег Павлович, отпустите меня, пожалуйста. Меня Гарик пригласил к директору коллектива. И он сказал, ты что, с ума сошел? Апрель месяц, у нас сезон, ты до конца сезона хотя бы доработай. И я говорю, Олег Павлович, вы же меня никогда за границу не возьмете. А у меня здесь Америка и Германия. И он даже не стал против этого сходить. Аргумент. Он сказал, аргумент. Ну, он сказал, ну, что ты завтра уходишь? Я говорю, Олег Павлович, я буду у вас бесплатно... Вот подпишите мне, чтобы я мог оформляться. А я буду ходить и бесплатно работать у вас. До... Он сказал, ну, ладно, Димка. И подписал. И таким образом я оказался у Гарика Сукачева в группе. Не все сладко было, потому что оказалось, что в этот момент это он решил, что он уволил Волобуева. А Волобуев-то не собирался еще уволняться. И в группе происходил раскол. То есть, Сережа Галанин, группа бригадира. То есть, грубо говоря, я когда пришел к Гарику, то от всей бригады С остался Марио, на место которого меня прочили изначально. Гарик и я. То есть, с Галаниной все ушли, музыкантами. Ну, то есть, мы какое-то время поработали все вместе. Было небольшой период двоевластия, когда на гастроли ездил и Олег, и я. Но получалось так, что я был лично директором Гарика Сукачева, а не группы. Но, тем не менее, так как я со всей группой был знаком еще до. То есть, через театр, и мы тусовали все равно вместе. То, будем говорить так, что я с самой группой не ссорился и так далее. Но в тот момент, когда они разошлись, конечно, это было для меня облегчение. Потому что взяли новых музыкантов, и уже началась полноценная работа. Вот такая вот история перехода и попадания в Гарику Сукачева. Поэтому не из-за денег. Но, я могу сказать, что когда я туда перешел, то оказалось, что так я зарабатывал грязными 145 рублей в месяц. А так я стал зарабатывать 300 рублей с концерта. А как много концертов было? Ну, я не могу сказать, что тогда... То есть, грубо говоря, мы, конечно, были не Ласковый Майя и Нина-На. Но я пришел уже в тот период, когда по два концерта в день уже не давали. Имеется в виду, вот уже чест такой прошел. Это был, вот как раз, наверное, 87-й, 88-й, 89-й. Вот я в 89-м пришел. Но, так как первая моя поездка была в Алма-Ату, это был фестиваль Алтын-Алма, где было два выступления официальных. И потом на дискотеке 11 концертов. Ну, ты понимаешь, что я привез по 4 тысячи рублей из Алма-Аты. Это были какие-то сумасшедшие. Машину можно было купить? Ну, да, но я тебе могу сказать, но первая поездка моя в Германию, я в Америку прилетел, не успел тогда отформиться, а в Германию я поехал. И когда в Германию мне выдали 2000 дойчмарок, вот это я положил 4 бумажки по 500 на кровать и смотрел, и говорил, Волга, мать твоя, Волга. И не ощущал ее. Вот, знаешь, недорос я еще до 89, вот не было этого ощущения. Я просто смотрел и не мог поверить. Вот эти 4 бумажки, это, то есть Волга, это должна была быть какая-то груда денег, понимаешь, груда. А здесь вот так вот лежало 4 бумажки по 500 дойчмарок, и я говорю, не может быть, Волга. Поверить в это было очень сложно. Но когда я приехал из поездки, в одной руке держа новую сумку, которую я купил специально для шмоток, у меня ребенку тогда было 2 года, я вот накупил всего детского, ботинок, вот прям, а в другой руке видеомагнитофор, жена открыла. А вообще мы думали о том, что у меня будет 50 марок в день, дойчмарок, а это на 7 дней 350 марок должен быть, а выдали вот 2000. И она спросила, ты что, Германию ограбил? Откуда это все, ты что, Германию ограбил? Ну вот, оказалось, что и материально это было тоже, конечно, гораздо серьезнее. Хотя, от этой поездки у меня осталось 350 дойчмарок. И в 93-м году, когда Игорь Иванович Сукачев меня уволил из бригады С, все, что у меня осталось, это 350 этих дойчмарок. И я их тогда посчитал и подумал, но 10 месяцев я протянул, скромно, но протянул, не зная, что я буду еще в этот момент делать. Хотя я уже в этот момент занимался группой «Чаев» год, из-за чего Гарик хочет, по большому счету, меня и уволил. Потому что одно дело говорить мой директор, а другое дело говорить наш директор. А как-то мой это вот мой, а вот наш это как... Вот его это дискомфорт у него был. А сейчас общаетесь? Очень хорошо общаемся. И вообще, я могу сказать... Здоровье позволяет Сукачевым общаться? Ты знаешь, дело в том, что в тот момент, когда у Сукачева нет здоровья общаться, то его, наверное, никто не видит. Он, в общем-то, так достаточно скрытный в этом отношении. А так, мы очень хорошо общаемся, более того, в последнее время даже мы просто перезваниваемся, просто встречаемся. У нас еще, у него репетиционная база, у меня офис, мы прямо в одном дворе. И поэтому периодически мы просто-напросто, когда к машинам выходим, мы можем остановиться и там 40 или 50 минут просто поговорить. Потом он говорит, что мы здесь стоим, пойдем к фигу попьем. И мы идем там кофе пить. Нет, у меня прекрасно сейчас отношение с Гариком. Вообще, я хочу сказать, что жизненный опыт подсказывает о том, что ругаться ни с кем не надо. Надо просто подождать, все пройдет и снова все будет хорошо. Все люди мирятся, все люди хороши. Ругаться-то не надо, но ведь я так понимаю, что... Нет, я тогда был очень обижен на него. То есть, я уходил, внутри у меня была обида и так далее. Это абсолютно правда, потому что я считал, что это несправедливо. Хотя, с другой стороны, это было и облегчение. То есть, это развязало мне руки, я начал заниматься вплотную только группой чаев. И, в общем, как бы практика показала, что все пошло. Хотя, Гарик, мне, например, очень смешно. В тот момент, когда он меня увольнял, он мне сказал такую вещь. Чифы-то, парни, хорошие, но периферийные. Звезд из них не получится. Вот и как. Да, а год или полтора назад, что-то мы разговариваем. Он говорит, ну, хлопцы у меня... Дима, ты, я же тебе сразу говорил «Чай звезды». И я ему говорю, подожди, подожди, Гарик, как? Ты же мне говорил. Он говорит, да, я так говорил, но не знаю. Понятно. Но не знаю. У меня вот вопрос про Чайфов. Если я правильно помню, первый клип был «Не спешите нас хоронить». Первый клип, который я. А у них было несколько... Им что-то снимал «Разбаш». Не помню, на какую песню, но помню, что это было на железнодорожных путях, поезд, там, еще что-то. И у них были какие-то все-таки работы в Екатеринбурге. Но серьезно... Да, первый клип, который прозвучал, «Не спешите нас хоронить», из альбома «Дети гор», если не ошибаюсь. «Дети гор», абсолютно точно. Да, это там 93-й или там... Это 93-й год. Это первый альбом, который был при мне выпущен. И который мы делали по-взрослому. Как вы угадали с этим хитом вопросы? Не спешите нас хоронить? Да. Вы знаете, дело в том, что познакомились мы в 90-м году с группой «Чаев». Я, как директор группы «Бригада», я вместе с группой приехали в город Семипалатинск на фестиваль. И там была группа «Чаев». Притом, каким-то образом это имя я несколько раз уже слышал. Потому что Горик тогда достаточно очень... Не со всеми выступал на одной сцене. Будем говорить так. Так как я только пришел в 89-м году, я еще не понимал, в чем разница между попсой и роком. А он мне это объяснял, что с попсой он на одном поле рядом по нужде не сядет. И поэтому, когда предлагалось где-то концерт, и кто-то будет еще на этой сцене, я должен был согласовывать с Гориком. Будет? Устраивает его? Это не устраивает. И имя «Чаев» несколько раз возникало. И Сукачев говорит, я о них что-то слышал, мне говорили, что хорошие парни, ну давай попробуем. Но ни разу, то есть предлагать предлагали, но ни разу не социально. Но это имя в течение двух лет раз пять или шесть всплывало. И когда мы оказались в Семипалатинске, мы такие приехали, это после Америки, это уже 90-й год. Мы уже съездили еще раз в Америку, иначе мы все такие распуфыренные, знаешь, пожар в джунглях шорты, там и так далее. В Семипалатинске жарко. И у нас свой автобус, на котором мы ездим, и мы сказали, подайте нам, пожалуйста, автобус, поедем-ка мы на рынок, купим что-нибудь фруктов там. И организация спрашивает, скажите, пожалуйста, вы не будете возражать, если мы на этом автобусе заедем в другую гостиницу, там живет группа «Чаев», они хотели бы тоже поехать на рынок и очень хотят с вами познакомиться. Мы сказали, вот, наконец-то, значит познакомимся. И вот завалились эти парни, и как-то мы сразу все душа в душу, вот с первого мгновения, вот все как-то вот легло. И мы подружились, и мы дружили вот до 92-го года, ну, в смысле, я имею в виду именно дружили, потому что сам. И в этом городе Семипалатинске они выступали до нас, и пока группа у меня в гримерке готовилась, духи раздувались, я вышел послушать группу «Чаев». И эта песня уже тогда существовала, «Не спеши ты нас хоронить», и «Поплачь о нем, пока он живой». И у меня возникла мысль, вот они хиты, вот они, реальные хиты. Хотя их мало кто знал, но вот я стоял, слушал, и я понял, что это 100% хиты, и единственная моя задача, я также тогда не думал, что моя задача, я просто считал, что это все, что нужно для того, чтобы они стали звездами, это надо взять и донести до народа. Показать. Вот как можно большему количеству людей просто донести, потому что это было абсолютно точно, оно ложилось сразу на ухо. Это очень редкий, очень редкий случай, только в кино бывает, когда неизвестный никому артист выходит на сцену, начинает петь, его так все тихо слушают, а в конце овации, такого не бывает, только в кино. А здесь действительно я понимал о том, что там со второго куплета люди начинают подпевать, и это вот. И они очень хорошо делают, у них правда, вот на тот момент был там, Юра Шевчук такой был учитель, там, детки мои, там, братья-сестры, и так далее. Был на этот момент Константин Кинчев, герой нашего времени, мы вместе, был Гарик Сукачев, хулиган, и так далее, и только парней с нашего двора не было. Панки были разрисованы, не такие, как все, и вдруг вот эти вот просто открытые, и так далее, и так далее, вот парни с нашего двора. И я понимал, что вот тут даже ничего придумывать не надо, все хорошо. Единственное, мне впоследствии не хватало о том, чтобы они хоть что-нибудь отчебучили, потому что вашему брату журналюги о том, какие они хорошие, писать было нечего. Ну, хорошие, ну, неинтересные, поэтому было спешно, когда я говорил, Вова, вы бы хотя бы телевизор за окна бы выкинули, но самое простое, что делать все, Вова на каких-то гастролях звонит и говорит, скажите, а сколько стоит телевизор? По карману ли нам его выкинуть? То он и в этом было отношение, очень интеллигентное, он понимал, что выбросить-то мы можем, но надо будет расплатиться. Поэтому долгое, ну, в общем, наверное, по сей день-то и никаких скандалов и так далее не было. Я помню, в городе Ростове, не помню почему-то, жили на кораблике в каютах, и там сидели, выпивали, выпивали, и редкий случай, потому что Шахрин вообще практически не пьет, и если пьет, то вино пьет, и редкий случай, когда Вове вдруг по ощущениям не хватило. То есть, он говорит, ну, как-то хорошо так сидел, а все закончилось. И, значит, Вова с кем-то пошел в буфет, а время было уже там после, да, очень буфет был закрыт. Поэтому Вова с одного удара вынес эту дверь, значит, вытащил оттуда две бутылочки и оставил записку. Взял Вова Шахрин две бутылки и, значит, приду, расплачусь, или я деньги у нас... Но я помню, что он оставил записку, что, извините, пожалуйста, просто не было другого выхода. Сразу не как рокер выступил, все равно. Поступил смело, но оставил записку. Как интеллигент. Не украл, не украл. А ведь приходилось, наверное, и с бандитами дела иметь в те годы. Ну, конечно. Конечно. Это вот я могу сказать, что... Какой же это был? Нефтьюганск. Но это с бригады я сейчас приехал. Это... Я помню, что мы сидим в ресторане, и за соседнего столика подходят люди в шапках и говорят, слушай, Гарик, уваживай, спой. Так. Гарик, знаете, у меня завтра концерт, хотите послушать, как твою, приходите завтра. Нет, ты что, не уважаешь? И Гарик так голову вниз наклонил, и понятно, что в этот момент, ну, что-то нужно делать, поэтому я стою смело говорю, молодые люди, извините, ради бога, но слушай, ты сядь, а? Так. И вот начинается... Я понимаю, что я не могу сидеть, но сейчас стою, но будем говорить так, что город Северный, я из Воркуты, и, в общем, там всю жизнь прожил. То есть, на тот момент это еще было хорошо в памяти, я еще был молод, и я как-то начал, ну, как-то тереть от ними, то есть, на их языке. И в этот момент за их спинами стоят два молодых парня, и, судя по всему, спортсмена. Не из их компаний. Не из их, но местных. И они стоят, смотрят, но смотрят не на меня, а на Рушана Аюпова. Это наш клавишник, баянист. И они так пристально на него смотрят, и вдруг один из них по-татарски. Что-то тыр-бур-бур-бур-тыр-тыр. И тот так. И я, это самое, и эти, значит, кремные такие, будем говорить, блатные, так поворачиваю, что-то на них смотрят, и они там, вдруг, говорят, они с нами, отвали. Уже по-русски. Тебе, да, чего, ну, чего не уважают тогда? Он говорит, ну, не уважают, значит. И как-то оказалось, что это два татарина, два спортсмена, два брата, и там весь город разделен на блатных и на спортсменах, и у них и сам. И эти-то двое отвечали, они как бы были гардеробщики, которые торговали сигаретами и алкоголем. И, судя по всему, город-то совсем небольшой, как потом выяснилось. И у них это, ну, то есть, они как-то эту власть делили между собой. И вот так вот мы оказались с этими, ну, правда, столько выпить со этими спортсменами, мне пришлось еще три дня с ними. Отрабатывать. Да, мне пришлось с ними пить. Но я до сих пор помню, одного звали Рамиль, а другому Рама и Руфа. Или Рама, Рама и Рафа. Рафаэль и Рамиль. Два прекрасных парня, и они, более того, они потом приезжали в Москву, и мы встречались, и так далее. Они приезжали на концерты. То есть, они действительно вот тогда... Это была серьезная поддержка. Да, была поддержка, они меня вот вытащили из этой ситуации. Но, будем говорить так, ну, были, конечно, и всякие такие, и с перестрелками даже были какие-то. С перестрелками? Ну, имеется в виду, что когда мы были там в бане, и так далее, там, недовольные, обиженные, кого не пустили, там, стреляли. Не пустили в баню? Ну, в смысле, они хотели, они как-то обиделись, что это их место, а тут какая-то бригадаряст, там, по окнам стали лупить. Ну, в общем, какие-то были все время разборки, но, будем говорить так, хорошего помнится больше. Вот ты задал вопрос, я так вот начинаю. Все время, вот, 90-е годы они были под каким-то... Ну, вот с нами ездил человек от Саши Ншаркова, и он, в общем, как-то развуливал все эти ситуации. То есть, крыша была? Как-то это не считалось крышей, но в центре Стаса Намина, вот, они присутствовали, и более того, нам было... То есть, мы его... Он ездил с нами на гастроли, это не кто-то ему платил, а в группе был у него гонорар, и как у всех остальных, но... То есть, мы еще куда-то не отстегивали, но... Так как это был Ншарковский человек... То есть, он такой комиссар был. Да, то есть, грубо говоря, если нужно было куда-то пойти вечером в чужом городе, и так далее, и так далее, с Гариком, то он шел с нами. И как-то он умудрялся со всеми разрубить. Объясниться. Объясниться, да. То есть, если кто-то приходил и говорил, давайте делиться, вы отвечали, это вот сюда, вот как-то... Нет, нет, вы знаете, вот насчет делиться, это было интересно... Интересно, это был вот самый такой веселый и страшный для меня случай, это был Магадан. Мы приехали в Магадан, и Игорь Иванович, так как это был... Мы были на маршруте, и так далее, и так далее, то рано утром прилетели, поэтому, когда мы ехали в гостиницу, я организатору сказал, у меня к вам большая просьба, не могли бы вы ключ от номера Сукачева... Вот я выйду в самом последнем, а вы мне его дадите, и я потом все напишу, оформлю, тогда нужно было еще оформляться, паспорта, я его заведу в номер, оставлю там уже спать, потому что рано утром, и ему тяжело. И когда я его туда вел, по коридору, то навстречу к нам шел человек, у которого, при этом, у него справа и слева было по девице, и у него была абсолютно золотая челюсть. Вот прямо, вот золотая, золотая. И Игорь Иванович, это понравилось, поэтому он так вдруг тормознулся, покопался в кармане, достал такую мятую ириску и сказал, у тебя такая офигительная улыбка. Ой-ой-ой. Хочешь ириску? На что у человека, знаешь, такой взгляд, он был только что доволен, вот он шел... Улыбка с лица сходила медленно. У него так изменилось лицо, и он сказал, хочешь, у тебя сейчас будет такая же. Я тут же эту ириску сказал, брат, извини, но пойми сам, и так далее, никто не хотел никак обидеть, я сейчас его отведу и так. Я его отвел, там опорно стоит, через какое-то время прибегает один из музыкантов и говорит, что я пошел пообедать, его какие-то люди затащили на кухню, чуть ли не башкой, в кипящую воду, и типа, кто у вас тут старший, на кого вы работаете? Потом второй, вот Рушан Аюпов, пришел и сказал, слушай, ко мне там, в общем, извини, но они говорят, ты извини, но мы сказали, что старше ты, жди гостей. А я понимаю, что я в гостинице, ну, проходной двор, для них они, там, никакие швейцары, никто им там. И я как-то немножко, ну, начал нервничать. Но в этот день ко мне никто не пришел, на следующий день, значит, мы поехали днем саундчек, и мы настроились, потом мы не поехали в гостиницу, а где-то мы пообедали. В общем, а, это было еще два концерта в день, то есть, это было четыре дня, то есть, проблема в том, что ты не то, что ты отыграл концерт, а на следующий день уехал. Это здесь надо прожить еще пять дней, практически неделю, вот, и мы отыгрываем второй концерт, и ко мне подходит молодой парень, тогда лет 24-25 ему было, который владел вот аппаратом, он ставил аппаратчик. И он говорит, что-то такое грустное, что-то такое напряженное, посмотрите, зал, биткон, там, все у тебя отлично. Я говорю, да, отлично, отлично, ну, вот такая вот ситуация, рассказываю. Он говорит, да ладно, кто на вас наехать мог, я здесь всю жизнь живу, я знаю всех. Вы где живете? В гостинице Магадан? Я говорю, да. Он говорит, сегодня пятница, там, сегодня вечером в ресторане все собираются. Пошли, покажешь, кто сейчас разрешил эту проблему. Я говорю, ну, пошли. Значит, я еще в автобусе говорю, пожалуйста, никто сейчас, никакой кабак не идет, давайте по своим номерам. А эта проблема, ну, на гитаяц, она в группе обсуждается, потому что музыкант действительно дернет. Гарри понимает, что он виноват. Смотрит в окно, а там... И думает о своей будущей улыбке. Ну, он, черт его знает, он понимает, что, в общем, все непросто. А Магадан, это вот чистая Воркута, это вот зоны, это те же правила и так далее. И мы заходим, значит, они уходят, а мы заходим в этот ресторан. Чтобы понять, вот здесь, это стекляшка, да, вот, то есть, мраморный пол, стулья. Это 91-й, по-моему, год или 90-й. Это, ну, если не алюминиевые, то там дюралевые вилки, ножи. Это люди, которые сидят в шапках. Это женщины вот с такими огромными самыми. Это оркестр, который там играет «Мы желаем счастья вам». И люди определённо одеты. И когда мы зашли, то то, что я приезжу, видно невооружённым глазом. И он так спрашивает. Кто? И он так спросил, кто? Что, по-моему, этот самый оркестр перестал играть. А я смотрю и вижу этого парня, который стул вдоль вот этого, вот это витражное окно стоит. Там человек 12 сидят и так далее. Я говорю, он тебе, который справа. Он так, кто? У тебя проблема, сказал. И вышел из зала. И он вышел, а они все смотрят. И я стою один. Это просто для фильма. Я просто вижу эту сцену. Да, 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 прекрасно. И в этот момент я понимаю. Заходят такие наглые со словами. Ну, кто? И я понимаю, что если я сейчас выйду, то я точно уже не доживу. То есть они меня сдуят. Всё, что можно будет, они сделают. Я понимаю, что я не могу испугаться. И поэтому, постучав по плечу какого-то сидящего мужика, который спросил, что я говорю, приподнимись. Он, чего? И он мне так прямо стул из-под задницы вытащил. И пошел прямо к ним. Потому что они на меня смотрят. Со стулом? Со стулом. Ну, надо сесть же будет. А, поэтому... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я прямо просто из-под него выдернул стул, показав... Ну, то есть... Притом, наверное, я мог... Вот я не помню... Ну, в общем, мне нужно было показать, что я не лыкошитый. То есть, я так раз, отодвинься, стул забрал. По-крутому так, в общем, получилось. Пришел, и посмотрели, я понимаю, кто старше, и я произнес только примерно фразу такую. Я из города Воркуты. Я таким, как вы, чай таскал. Я первый выстрел свой слышал в 12 лет. Я что-то не понял. А что, проституток и музыкантов уже не западло трогать? Ух ты как. И он такой, у тебя вопрос ко мне? Я говорю, у меня, наверное, разговор к тебе. Спрашивать-то я, наверное, права-то не имею. Он так, ну, садись. А, ну, присядь. И отодвинулся, я поставил стул, сел. И он говорит, что случилось? Я говорю, ну, ничего не случилось, кроме одной вещи, что моих музыкантов дергают морды, в кипяток суют, спрашивают, на кого работают. Вы что, твои люди что, правда не понимают, что такие, как мы, бесхозными не можем быть? Или мне нужно кому-то звонить в Москву и так далее, и так далее. Но ситуация такая, меня здесь не уважают. А я не понимаю, почему, что я сделал. И вдруг этот вскакивает и говорит, что ты крутой, пофиг не ботаешь, давай в игру сыграем. Руками мы, мы лишь руки руками. И, извините, мой половой член, типа, если я кончу, то ты победил. А если нет, и вот, а я понимаю, что это какая-то зоновская прибавудка, на которую нельзя догадаться дать ответ. Надо его знать. То есть, они проверяют, знаю я или нет, потому что там как-то я начал так и пофиг не ботать, и так далее. И не поверите, я вот сижу, смотрю на него. И в голове только одна фраза. Взял паузу, держи, Станиславский. Вот не знаю, почему. И она крутит, и я понимаю, что 10 секунд, 20, 30, 40. А у меня только крутит. Держи, держи паузу, держи, держи его, не мигай. И я смотрю на него так, и вдруг вот этот старший говорит, сейчас сыграем граф, да, кличка видна. Сейчас сыграем графа другую игру. Удар полтинник, падение стольник. И я просяду. Это уже они между собой. И тут, а он, а он, а он. И вот он говорит, не он, а он. Он говорит, я приношу вам свои извинения. А вы на чем ездите? Я говорю, ну на пасеке, вот автобус тогда. Завтра будут стоять два Ниссана. По тем временам, в 90-м году. Там будут сидеть два парня. В каждом по-другому парне. Считайте, что они глухонемные. С ними не надо здороваться, с ними не надо прощаться. Но у вас с этого момента в городе будет все хорошо. Я сказал, ну может быть вы на концерт придете тогда? Он говорит, спасибо за приглашение. Если мы придем, мы сообщим. Налейте ему, сказали они. А дальше, как в фильме «Место встречи» мне берут, наливают стакан. И я так на него смотрю. Он говорит, ну ты же из Воркуты. И я понимаю, что это последняя такая самая. А я знаю, чтобы выпить целый стакан, знаете, что нужно сделать вообще? Это нужно полностью выдохнуть. И пока ты не проглотишь, не вдыхать. То есть выпивать на чистом выдохе, иначе у тебя перехватят горло. Чтобы выгарило. Нет, нет, это не спирт. А вот именно ты должен, тебе нужно будет сделать 3, 4, 5 здоровых глотков. И делать их можно только не вдыхая. Если ты во время вдохнешь, все, ты закашляешь, все, тебе пойдет через нос и так далее. И я этот стакан сам дал. Они остались довольны. Но я не осмелился попросить закусить чем. Вот не осмелился. Я хотел оттуда уйти. И вот пока я шел от них до третьего этажа, где вся группа собралась и меня ждала, я очень сильно оптимал. То есть я расслабился, ну, нервы. И я помню, как Гарик такой, ну что? А я на место вопроса, ответа говорю, дай мне какой-нибудь бутерброд. У нас нет ни хлеба, ни масла. Я говорю, тогда дай мне какой-нибудь бутерброд без хлеба и без масла. Вот это была самая яркая встреча. Когда они спросили, на кого работаешь. Вот моя фраза. Вы что, правда думаете, что мы такие бесхозные? Хотя мы были бесхозные. Да, шикарная история. Боёбик надо снимать. Погройся, потому что сценарий-то уже есть. Когда он рассказывал, Дмитрий рассказывал, я просто смотрел фильм. Да, вот такой классический. Это шикарная, конечно, история. У нас не так много времени осталось, буквально три с половиной минуты. Дмитрий, я хотел спросить вопрос, который продюсеров великих групп часто спрашивают. Когда-то вы в одном из интервью говорили, что я знаю, что мне нужно 300 тысяч долларов, и я сделаю любого звездой. Ну, или почти звездой. Но это было какое-то время назад. А сейчас сколько нужно денег, чтобы сделать исполнителя звездой? Вы знаете, на сегодняшний день все правила, то, что называется промоушен, изменились. И тот, кто эти правила найдёт, если мы не говорим сейчас о владельцах первых кнопок телевидения, у которых есть все возможности, на самом деле не знаю. Я не знаю, может быть, вообще не нужны никакие деньги, а нужна одна песня Лабутена, и 40 миллионов народу посмотрят. Не знаю, я могу сказать, что те артисты, которые раскрутились за счёт интернета, сами не знают, как они раскрутились, потому что они вот... Пётр Налич, например, мы о нём уже давно ничего не слышим. Хотя он в какой-то момент... Выстрел, да. Он выстрел из интернета, он поехал на Евробидение. Неудачно, крайне съездил. Но неважно, его всё равно средства массовой информации ставят. И если бы он точно знал, как он выстрел первый раз, он бы написал бы вторую песню и сделал бы всё то же самое в интернете. Никто не знает, как это получается. Я даже думаю, что Серёжа Шнур тоже не ожидал, что Лабутены у него вот так разойдутся. Потому что до этого он снимал не хуже клипы. Смешные, да, это с ненормативной лексикой. Дорожная. Да, и с театром-то у него же прекрасная вот эта... Ехай нафиг и так далее. Дорожная называется, да. Да, она же прекрасная, там, песня о расставании, понимаешь? И так далее. Там прекрасные расстава. Но это для интеллигенции, это они понимают. А здесь вот так вот. Доходчиво. Но при этом он сам не ожидал. И те, кто делали ему клип, тоже не ожидали. То есть они знали, что они стараются делать что-то. Но так сложилось, вот так легло. Это точно так же, как песня Аргентины и Майк. И Йо Шахлин не хотел включать в альбом. И вообще, когда я сделал клип на футбол, он ходил и говорил, эта песня не о футболе, Дима. Но кому сейчас ты объяснишь, что она не о футболе? Так легло. Так легло. Это был единственный раз в моей жизни, когда русская радио позвонила и сказала, дайте мне, пожалуйста, песню. Не я покидал программному директору и говорил, возьмите, пожалуйста. А наоборот, они сказали, ну дайте, пожалуйста. Поэтому не знаю, сколько на сегодняшний день. Сегодня нужно найти алгоритм, что делать и как делать, и куда бежать, и куда вставлять, и как находить. Поэтому я сейчас методом тыка, вот у меня есть молодая группа Гильза, и я точно так же понимаю, что эти песни абсолютно точно хитовые, и что хорошее должно быть будущее. Но как донести теперь до народа, это все сложнее и сложнее. Деньги, конечно, какие-то нужны. Все равно нужно снимать видеоряды, нужно, самое главное, одеваться, имидж на сегодняшний день, нужно хорошо выглядеть. Ну, там, деньги на репетиции, на базы, на инструменты и так далее. Но я могу сказать, что, наверное, сегодня 300 тысяч было бы достаточно. Единственное, я думаю, что... Учитывая инфляд, по нынешнему курсу, да, почти 3 миллиона вообще. Нет, я имею в виду, что раньше 300 тысяч долларов, это была такая вещь. Нет, 30 миллионов. Нет, нет, я вообще, 300 тысяч долларов в советское время, ну, то есть, там, неважно, это была такая вещь. Хороший клип стоил порядка, ну, там, средний, да, там, 10-20 тысяч долларов. На первых каналах, там, по 1000 долларов за эфир, на всяких музыкальных каналах, там, не знаю, там, по 200, по 300 долларов за эфир. И вот нужно было просто угадать песню, отнести ее на радио, запустить ее, а потом занести во все, куда ты можешь, каналы, этот видеоклип, чтобы люди услышали по радио, а потом увидели, как ты выглядишь. И чтобы это вот все завязалось тогда. А дальше ты, там, своим авторитетом здесь выступил, здесь показался, здесь ты дал интервью, здесь на фестивале попал, и так, и она раскручивается. На сегодняшний день нет такого, ты можешь снять клип, но ты его поставишь в YouTube, а как всем сказать, которые включили и зашли в интернет, алло, зайди в YouTube, посмотри группу Гильза. Вот это я, к сожалению, не знаю. И, ну, учусь, я понимаю, что на сегодняшний день осталось радио и фестивали, большое количество фестивалей, где нужно показываться и ждать сарафанного радио, что люди начнут друг другу рассказывать, и заходить в интернет, и искать. Вот, наверное, только так. Друзья, наша передача подходит к концу, время у нас заканчивается. Сегодня с вами была программа «Мимо нот» с Евгением Додолевым и Олегом Дружбинским, а в гостях у нас был Дмитрий Гроссман, легендарный продюсер группы «Бригады ЭС», Чаев, Пилот и Гильза. Сейчас мы, кстати, можем послушать песни Чайфов и группы «Гильза», кстати. Это песня Пилота, кстати. Да, и песня Пилота. Спасибо. Можем и серьгу поставить, если вы хотите. Это тоже прекрасно. Я хочу сказать, что мы с ним прекрасно работали, и только благодаря его песне. А что нам надо, он вообще стал группой «Серьга», потому что мы сидели на студии и делали группу «Чайф», и во время перерыва он мне спел. Я спросил, у тебя еще есть песня? Он говорит, да. Я говорю, надо делать. Вот так родилась группа «Серьга». Всего доброго.